Слава Богу, братья и сестры, это праздничное собрание, которое Бог заповедал для народа Своего. Бог говорил, что когда ты будешь сжать поле, будешь собирать, то приноси Богу жертву и благодари Господа Бога за то, что Он дает. Потому что наша жизнь, вы знаете, кажется, что нельзя суетиться, заботиться, но мы кушаем, мы одеваемся, мы в этом теле и мы нуждаемся в этом. И вы знаете, что не во власти человека даже есть и пить, это милость Божья. И поэтому мы прекрасно понимаем, что все то, что мы сегодня видим, все то, что мы имеем, это милость Божья. Это Бог дает для нас. И мы каждый день встаем и мы молимся к Богу, просим благословения. И когда Христос учил учеников, когда они пришли и говорят, Иоанновы ученики, их Он научил молиться, научи и нас. И Христос сказал молитву, Отче наш, это обращение к Отцу. И Он сказал, все потребное для нашей жизни, все, что нужно человеку, и хлеб насущный дай нам. Потому что мы нуждаемся, мы в теле. И мы понимаем прекрасно, что ничего не бывает в жизни нашей без воли Божьей. Поэтому мы сегодня благодарим за все, за то, что Бог дал нам этот год много тревог, много переживаний, болезней, молитвы. И кто-то пережил потерю, кто-то отошел. И все мы переживали. Но наша надежда на Бога и мир, который превыше всякого разума, он наполняет наши сердца. Потому что даже если кто-то отходит с этой земли, мы не чрезмерно печалимся. Потому что мы знаем, что человек, который служил Богу, он отходит к Господу. И сердце наше утешается. Да, нам хочется, чтобы еще этот человек был. И мы всегда напоминаем и говорим, что Бог сказал, да будет жизнь человеческая 120 лет. А Моисей говорит, он посмотрел на жизнь нашу, на жизнь человеческую. И он посмотрел и говорит, во гневе твоем проходят дни наши. Во гневе твоем. И дней наших 70, а при большей крепости 80. И они улетают. И научи нас так исчислять дни, чтобы приобрести сердце мудрое. Он увидел, что уже человек не живет, как сказал Бог. Он не живет 120 лет, а 70 и 80. Некоторые люди говорят, вот Бог сказал 70-80. Нет, это Моисей сказал. Бог сказал, да будет жизнь человеческая 120 лет. И самое большее, самое большее. Я сегодня не боюсь это вам сказать, дорогие друзья. Люди умирают не от того, что они кушают. Потому что на сегодняшний день, я так считаю, можете не согласиться со мною, что дьявол отвлек людей от истинного поражения. Почему люди не живут 120 лет? Он дал другое им занятие, чтобы они думали, что от того, что они кушают, они будут жить дольше. И люди очень много прилагают старания в этом, чтобы питаться органик, правильное питание, все. И смотришь, человек так красиво питался, ничего не ел, раз и в 50 лет умер. Здоровенький умер. Что же случилось? А главная цель, от которой люди умирают, она упущенная. Дети, запомните. Главная цель, от которой люди умирают, не могут жить 120 лет, это непочтение родителей. Потому что это первая заповедь с обетованием. И когда дети почитают своих родителей, они будут долговечны. Написано, ты будет тебе благо и будешь долго жить. Поэтому, не обращая на это внимания, дьявол увлекает, что ты будешь хорошо кушать и будешь долго жить. Независимо, что ты будешь кушать, но если не почитал человек родителей, он не будет долго жить. И умирают люди очень рано. Я сказал молодежи, я когда с молодежью беседовал, я им говорил, хотите знать, когда вы умрете? Возьмите блокнот и напишите 120 лет. И вот, как только мама заплакала, вы что-то сделали, и мама заплакала ваша, вычеркните один год. Сразу один год вычеркнули, уже вы будете жить 119. И так считайте. Но если заплакал ваш отец, вычеркните сразу три года. Сразу. И вы себе записывайте, вы будете знать, когда вы умрете. Если даже вы здоровые, все равно заказывайте гроб, приглашайте друзей, вы умрете. Друзья, это не шутка, это истина, это правда. Проверьте. Проверьте. Есть люди, которые служат дьяволу. Они не служат Богу. И они злые люди. И они живут. Потому что дьявол их держит, как орудие свое. Поэтому эти люди живут. И вы думаете, о, как он не почитает родителей, он делает зло, и он живет. Это орудие дьявола. Он в свое время его заберет. Бог к этим людям не имеет дела. Поэтому пусть Бог благословит каждого, чтобы мы понимали, что жатва – это кончина века. Мы сегодня говорим, что это кончина года. Но главная цель – это кончина века. И для каждого она может прийти не в свое время. Не в свое время. Поэтому не предавайся греху. Зачем тебе умирать не в свое время? Пусть Бог поможет. Пусть Бог благословит. И вот слова я прочитаю, которые были сказаны для народа Божьего. И Бог предупреждал. Почему еще может постигнуть беда человека, что не будет долго жить, не будет быть благословенной, потому что люди делают большую ошибку. И вот второзаконие, восьмая глава, шестого стишка. Итак, храни заповеди Господа, Бога твоего, ходя путям и Его, и боясь Его. Ибо Господь, Бог твой, ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор, в землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья, в землю, где маслячные деревья и мед, в землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой и ни в чем не будешь иметь недостатка, в землю, в которой камни железо и из гор которой будешь высекать медь. И когда будешь есть и насытишься, тогда благословляй Господа, Бога твоего, за добрую землю, которую Он дал тебе. Берегись, чтобы ты не забыл Господа, Бога твоего, не соблюдая заповедей Его и законов Его и постановлений Его, которые я сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа, Бога твоего, и чтобы ты не сказал в сердце твоем «Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие», но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство». Вот еще предупреждение, чтобы не забыли Господа, Бога своего, Его заповедь, чтобы соблюдали слова Господни и не сказали, что это я, это моя сила, потому что мы знаем Новоходоносора, который действительно был мудрый человек и построил очень много, и Он сказал правду, Он вышел, посмотрел и сказал, не все ли это дело рук моих? И сделался как волк. Бог отнял разум, потому что разум дает Бог, и Он нам дает, что мы это сделали. Я думаю, вы все знаете такие ситуации, что вы не знали, как это сделать, а Бог дал на разум и сделали. Поэтому мы должны во всем благодарить Бога и знать, что дыхание наше, каждый шаг нашей жизни, он в руках Божьих. Поэтому давайте мы встанем, поблагодарим Бога.